Игорь, скажите, пожалуйста, как подбирать цветовую гамму, например, летний солнечный пейзаж, и в этой гамме научиться находить разные оттенки? Заранее вам спасибо, Игорь. Игорь, гамма всегда разная. Ну, мне кажется, нужно отталкиваться вот от чего. Вот пейзаж. Вот взглянули на него бегло, хопа, отвернулись, и смотрите в другую сторону, на другие цвета. Опять. Опять на другие. Но вы смотрите на два этих разных эпизода с точки зрения сравнения одного с другим. С тем, чтобы увидеть вот эту гамму. Какая она? Сочинять ничего не нужно. Фешин говорил, пишите то, что видите. Вот это определяющее. Важно научиться в этом, в этом, во всем. То, что вы сейчас вот видите. Находить тонкость тональных и цветовых. Разные температуры, цвета, отношений. Все, больше ничего не надо. Отталкивайтесь от чего-то общего целиком. Для этого нужно прищуриться. Именно для этого художник щурится, чтобы мало света попадает на зрачок. И тогда ты видишь обобщенно, целиком, без деталей, большими кусками. Вот большой кусок один, второй, третий, четвертый. Надо превратиться, там, шесть их, я не знаю, десять, не более. Надо превратиться в сканер, который настроен, я не знаю, не на 600 ДПИ, а на десять. Все это, все видимое пространство, которое вы выбрали для сюжета, как композицию, разделить, как сканер. Вот он обобщает же, он до десяти пикселей. Один, два, три, четыре, десять. И их выложить мозаикой на холсте, обобщенно, просто, как дети, куском. Вот эти большие пятна. Потом в них начать жить. В узком диапазоне каждого пятна, в узком находить нюансы. А дальше разные оттенки. Так вот, как находить разные оттенки? Только один метод сравнения. Один оттенок сравниваешь с другим. Этот с этим, этот с этим. Рассравниваешь светлоты, все светлоты. Какие они по цветовой температуре? Видно же, что это теплое, да, там, холодное. Средноты и темноты. По цветовой температуре. Это приоритет. Цепляешься, один кусок, писать все одновременно. Коровин брал сразу, бах, в холсте. Самый темный кусок, бум, пятно. Самый светлый, ба-бах, и у тебя появляется некий диапазон, в котором ты живешь, от самого темного до самого светлого. И там уже посередине начинаешь. Один средний кусок по температуре, теплый, холоднее. Опять, нельзя размышлять с позиции теплый, холодный. Нет. Теплее, холоднее. Потому что даже в теплом есть холод неба. Поэтому все это очень пропитано. Взаимовлияние такие друг друга происходит. Всех больших кусков и пятен. Ну, вот, наверное, так. И гамму не надо подбирать. Она выстраивается в каждой картине своя, исходя из того, чего больше вы видите в сюжете. Опять, по цветовой температуре. Ну, вот так, Игорь. Пока на этом остановимся. А вообще, вообще, все это сложнейшие вопросы, которые как раз и я затеял эту школу онлайн, да, живописи, для того, чтобы показывать на работах и рассказывать, как в разных мотивах, в разных задачах это находится, чтобы вы научились видеть это. Ну, я пишу и показываю вам в этих уроках. Показываю наглядно, прямо с замесами, да, что происходит вот в пейзаже или там натюрморте или портрете. И как это реализуется на холсте. Сначала на палитре и на холсте. Поэтому, наверное, в этом ценность. Ну, и живые классы – это еще круче, потому что живьем всегда важнее. Там контроль есть, контроль за тем, как вы работаете. В онлайн-школе есть тоже контроль, но это такой контроль, он обусловлен видеоответами, которые я записываю, ну, таким видеоконсультациями. Вы присылаете свои работы, и мотив, который вы пишете, фото делаете, и свою работу фото делаете, и я делаю такой видеоразбор. А в живых классах это все, ну, просто, во-первых, очень интенсивно и в этот момент. Несколько дней работы. Кстати, ближние, ближайшие – это будет в Новосибирске. По ссылке можете посмотреть, там еще можно попасть. Приезжайте. Ну, а потом на сайте все остальные. Буду рад поработать с вами.